Денис Челомбицкий Пиши свой ID вконтакте Или игровой ник в комментарии А хочешь весны, ежедневно участвуй в раздаче 5000 золота Ссылка в описании Здравствуйте друзья, с вами Маракаси Вы смотрите второй выпуск шикарных позиций в мае И если не смотрели первый выпуск, советую посмотреть Сейчас будет подсказка, куда нажимать, чтобы посмотреть первый выпуск Итак, первая позиция в этом выпуске находится на карте Эрленберг Переделанная карта Квадрат К4 Едете сюда на быстром танке Ну, желательно барабанном И тут можно подсветить через кусты безопасно проезжающие вражеские тяжелые танки Ну, не только тяжелые И пострелять им в борта Что, в принципе, может, конечно, позволить вам в начале боя Кое-какой урон нанести неплохой, особенно на барабанном танке Если отъезжать от кустов, чтобы они не были прозрачными Тогда вы не будете, скорее всего, светиться В случае опасности можно спрятаться за вот эту вот башню, которая находится рядом В целом, позиция более-менее безопасная Но если рядом никого нету Есть вероятность того, что тут будут наступать противники Дальше у нас идет место на карте Песчаная река Подойдет оно для песочного танка С хорошей маскировкой и подвижностью Ну, естественно, сразу же приходит на ум Т-67 Это действительно идеальная машина для этой позиции Как, впрочем, и для многих других Потому что имба-танк Вставите сюда, и какой же смысл? А смысл, что в песке вы сможете отсюда гораздо лучше светить противника Стрелять по ним будет удобнее с этой позиции Так как это одно из самых высоких мест тут поблизости Ну и можно сразу несколько направлений отсюда обстреливать В случае засветок, конечно, придется очень быстро отсюда катапультироваться Куда-нибудь вниз Иначе вас очень быстро могут снять Потому что все-таки на открытой местности вы находитесь И никаких кустов тут, ну, прям нету Ну, есть один небольшой, но особо маскировки он не даст вам Так что шанс засвета тут, в принципе, существенный Но в песке, где у всех плохой обзор Я думаю, тут будет безопасно Дальше у нас идет точка на карте Париж В квадрате К8 Тут очень важно повалить дерево вначале В сторону противников Только в таком случае вы не будете светиться Естественно, если вы сделаете это на Маусе То вы все равно будете светиться Потому что у него коэффициент маскировки практически нулевой А вот на ПТшке, на какой-нибудь или на среднем танке Вполне вероятно, вас даже не будут светить То есть вы будете делать выстрел После чего только будет загораться лампочка Потом отъезжаете за домик И снова повторяете то же самое Тактика, конечно, немножечко рисковая Но можно попробовать Вполне вероятно, вам удастся таким образом Наковырять какое-то количество урона Главное делать это все-таки смело Без каких-либо тупых действий Главное тут все делать, так скажем, четко Без каких-либо лишних телодвижений Ну все просто на самом деле Отъезжаете от кустов Вернее от дерева, от этого поваленного Подальше стреляете И сразу же прячетесь После выстрела вы будете светиться гарантированно Следующее место находится на карте Линия Зигфрида в квадрате F6 Тут что можно сделать? Тут можно встать вот в эту позицию И танковать башней за счет рельефа местности Ну позиция, скажем так, элементарная То есть может быть кто-то додумался это сделать Но далеко не все вот такие вот мелочи замечают А между прочим Каждая такая мини-позиция дает преимущество И позволяет вам наносить больше урона в бою Так что знайте и пользуйтесь Ну и к тому же стоит отметить Что данная позиция очень простая То есть практически далеко ехать тут не нужно Ничего толком придумывать не надо Все очень и очень просто Еще одна позиция для песка Для нашей любимой ПТСАУ Т67 В квадрате А8 Эту позицию вы сможете занять Забираетесь наверх Возможно сразу не получится Поэтому тренируйтесь в тренировочной комнате Как всегда мне хочется такой вот совет вам дать Ну и тут есть небольшой кустик Хотя в целом конечно место не особо такое Замаскированное и шанс того что вас тут засветит Довольно большой Но в песке как я уже говорил Обзор у всех настолько плохой Что даже на такой позиции Можно порой стрелять по противникам И не светиться Поэтому данную позицию я рекомендую занимать Только если нету танков выше 7 уровня Вернее даже 6 То есть у 7 уровней уже обзор получше Там 5, 6, 4 Легко можно тут находиться На незаметный ПТСАУ И настреливать урон по противникам Ну да в общем то вы сами видите Отсюда хорошо можно дефить базу То есть если противники наступают к базе Можно их очень хорошо обстреливать В целом не сложная позиция На карте монастырь в квадрате F8 С нижнего респа Для того чтобы осветить в основном Заезжайте вот сюда вот Можно на ЛТ Можно на быстром СТ Хотя это рискованнее И стоите в этот куст Все в принципе Миссия выполнена Дальше уже зависит от того Как союзники будут отстреливаться Если нормально по вашему засвету Будут настреливать То тогда все будет в порядке Если союзники не очень хорошо стреляют И противники продвигаются вперед То тогда тут вас засветят Ну рано или поздно уничтожат Карта Лайфвокс и квадрат F5 Едете сюда на быстром танке С хорошей маскировкой Тут на самом деле Временность весьма высокая То есть можете и на СТ сюда поехать Хотя это гораздо рискованнее И подойдет только если у вас маскировка прокачена Но лучше всего сюда ехать На таких машинах Как ЛТ Или СТРВ Там всякие С1 И так далее На УДИСи Там 0.3 Потому что тут вы будете Очень хорошо светить И стрелять по противникам И при этом шанс вашего засвета Тут будет действительно небольшой Посмотрите игрок даже по ПТшке Тут стреляет И при этом не светится Интересно что можно И с другой стороны встать в кусты Примерно в похожее место Но не совсем Сейчас я вам покажу В квадрате Е6 Находится это место Ну в общем то куда СТРВшка и встала Ну в прошлом в общем то бою Но тут в общем то шанс засвета повыше И не такая хорошая позиция Как хотелось бы То есть с нижнего респа Все таки позиция получше Ну и отсюда можно светить Хотя это не так безопасно И эффективно Карта Тундра Квадрат Е7 Позиция для первичного засвета Можете попробовать ее занять Если не знаете что делать На этой карте в начале боя Но единственное Что стоит остерегаться Противников Которые могут расшануть с моста Потому что в таком случае Вас могут засветить Вот в этот кустик встаете И просвечиваете противников Ну в основном конечно Это не очень эффективно Потому что стрелять мало кто Сможет по врагам Но так скажем Для разведки сойдет Итак последняя позиция Находится на карте Фьорды Валите тут деревья Вперед там назад Не важно Тут полно деревьев Просто повалите их И встаньте подальше от них И вы сможете стрелять по противникам И даже не светиться Вот такой вот фокус Ну вот сейчас Индиан Панзер нам продемонстрирует Как это работает Позиция интересная Из-за огромного количества Кустов и деревьев Которые разработчики тут Понаделали Вы можете безопасно Обстреливать отсюда противников Хотя конечно шанс засвета Есть Хоть и небольшой Зависит от того Какой обзор у противников Но в целом место Интересное Весьма Даже Ну и если у вас есть Интересные позиции И вы хотите выиграть голду За них То присылайте Реплей По ссылочке в описании В группу ВКонтакте Ну и К тому же Хочу выразить Благодарность Всем кто прислал Позиции И так же Ребят вам конечно Хочу сказать спасибо За то что посмотрели Данное видео Вы тем самым В общем то Поддерживаете Данную рубрику И надеюсь она вам нравится И надеюсь вы ее Поддержите Лайком И спасибо за просмотр Желаю вам всего Самого наилучшего До скорых встреч Пока